Мой недорисованный кораблик пока стоит на якоре. Там рыбки плавают. Скоро он взлетит и его дорисуют. Чем я сейчас занимаюсь? Поворачиваю камеру. Вот так. Чтобы меня было хорошо видно. Вся моя голова и вся моя душа занята тем, как сделать такое видео, чтобы в одном небольшом видео мне этот ключ показать таким образом, чтобы все было понятно. Но как сконцентрировать в одной точке для восприятия самых разных людей, в самых разных настроениях, в самом различном исходном состоянии такое понимание, большое понимание, чтобы человек мог взять, посмотреть и за самое короткое время вдруг понять, что он творец по природе, и что если он снимает лишние зажимы, если он снимает стресс, он выходит на состояние созидательности, и буквально за минуту он может превращаться из исполнителя в творца. Ну как мне это можно сделать, если сам метод состоит из нескольких частей, там есть, например, ключевой стресс-тест, идемо моторный, там есть приемы, которые каждый подбирает для себя индивидуально, чтобы действие совпадало абсолютно точно с его текущим состоянием, тот момент времени, когда он его применяет, и за счет этого происходит синхронизирующее действие, да, когда ум, душа и тело гармонизируются, лишний стресс снимается, и человек выходит на состояние творца, когда он может как бы растворяться с вечностью, и мыслить в ритме вечности, и быть поэтом, даже занимаясь каким-то научным трудом, занимаясь каким-то изобретением, или занимаясь обычным творчеством, слагая стихи на таком высоком уровне, когда он может в этом потоке, входя в поток, делать это все лучше, лучше, с каждым разом, у него получается лучше, чем лучше, чем вчера, и вот как мне все это вместить, когда там кроме ключевого стресс-теста есть еще и раскрепощающие приемы, точно совпадающие с тобой в данный момент времени, когда ты их применяешь, и когда именно за счет этой синхронизации, когда действие абсолютно соответствует тебе индивидуально, в тот момент времени, когда ты его используешь, у тебя поэтому происходит, образно говоря, взрывной эффект раскрепощения, ты раскрепощаешься, эндорфин у тебя включается, адреналин у тебя снижается, да-да-да, много чего там происходит, уровни между психикой и организмом согласовываются, да-да, происходит такая гармонизация внутренняя, но по существу ты становишься самим собой, как если бы тогда, когда ты был счастлив, когда у тебя не было стрессов, когда ты на самом деле такой натуральный, тождественный самому себе, кто ты, и вот это ты в себе открываешь, кто ты есть по своему, по сущности своей, по своей природе, чтобы твои таланты открывались, ну как это сделать, и там же есть еще часть методик ключ, которая называется разгрузка, потому что если ты не находишься в том состоянии, а у тебя стресс бушует, как выпустить этот пар, как сделать так, чтобы опять наступила гармония, там есть разгрузка, это такие приемы специальные, тоже синхронизирующие, и там есть еще и стадия последействия, когда ты сидишь после этого, задумавшись, и все эти приемы ты применяешь тогда, когда ты переживаешь, переживаешь именно о том, что тебя волнует, а если ты не переживаешь и не переживай, то есть по существу там принцип подбора, путем перебора, по критерию минимального усилия, по поиску комфортного действия для себя, которое тебя вполне устраивает, соответствует тебе, от простого покачивания до ключевого стресс-теста, когда по твоему желанию руки прямо разлетаются, и ты выходишь на такое состояние внутреннего полета, внутренней свободы, а если у тебя это не получается, тогда ты подбираешь такое, которое у тебя получается, и вот именно путем подбора этим перебором ты развиваешь поисковую творческую активность мозга, когда потом ты все другие задачи, умственные или физические, можешь решать лучше, чем решал раньше, да, это как раз таки идет развитие творческих качеств, развитие личности, как даже стрессы высокого напряжения, ты можешь использовать по своему собственному усмотрению, да, это целая история, как это вместить вот эти 15-20 минут видео или в книгу вот такую, чтобы ты прочитал и в детали, когда ты входишь, ты уже иногда забываешь, о чем вообще речь идет, а речь идет о том, чтобы ты получил результат, за который короткое время, который обычно можно получать другими практиками, другими методами при длительных тренировках, тот же самый результат, только получил быстро, быстро и самым доступным для себя образом, чтобы ты не чужие ботинки носил, а именно свои подобрал, лично твои индивидуальные, чтобы ты мог это сделать быстро, легко, просто для себя, именно потому, что ты подбираешь себе именно свои индивидуальные приемы, не чужие, которые тебе надо разучивать, тренировать, пока они не станут автоматически у тебя получаться, на это же много времени уходит, а именно свои, вот, чтобы ты подобрал именно свои, вот, как подбираешь каналы в телевизоре, да, и вот смотри, я долго думал об этом, как это сделать, вот за короткое время дать и ключевой стресс-тест, и приемы раскрепощения, снятие нервномышленных зажимов, и приемы снятия боли, приемы снятия страха, как все это сделать за короткое время, потому, что есть одна особенность у нашего восприятия, когда мы чем-то заняты, нам не до этого, и мы даже, когда читаем умные вещи, умные афоризмы, умные пословицы, мудрости такие, выработанные миллионами лет, так сказать, эволюции, отфильтрованные, но мы вроде бы понимаем, а на самом деле мы не вникаем, потому, что мы сейчас заняты чем-то другим, у нас какая-то другая доминанта, и поэтому все знают, например, что надо быть уравновешенным, надо быть мудрым, ну да, мы, да, да, надо быть мудрым, да, да, это понятно, дальше что? Ну, как же понятно, ну, что ж тут понятно, слова нам кажутся понятными, и поэтому мы проходим мимо. Да, но как раз таки я думаю над тем, как это сделать, чтобы ты, чем бы ты ни был занят, но если все-таки твое внимание привлечено к этому, чтобы ты открыл книгу мою, или, например, открыл мое видео, и быстро понял, о чем речь, и нашел в себе это, чтобы ты мог логически понять связь между тем, что я показываю или рассказываю, и твоей личной жизнью, чтобы ты увидел эти примеры, эти аналогии, и понял, что это именно то, что тебе нужно. Но для этого я очень много работал, чтобы понять эти аналогии, чтобы найти эти примеры, написать эти метафоры. Практически много работал, и в голове много работал, и все время об этом думал. Могу ли я сказать, что я сейчас уже могу это сделать? Да, примерно могу, уже могу, почти, будь у меня такая специальная техника, да, и когда я отвечаю на чьи-то вопросы, у меня это проще получается, потому что я вижу человека, он мне задает вопрос, он мне спрашивает, а почему у меня так не получается, почему все там читают и пишут и хвалят этот метод ключ, а я вот пробую, у меня ничего не получается. И вот я ему начинаю объяснять, и я по его реакциям вот иду как по, ну, к теплу, так сказать, по зеленой зоне, туда может, туда не надо, отвечаю ему на вопрос, я подбираю те слова и те примеры из его же жизни, что он сразу понимает, о чем речь идет, то есть я создаю какую-то обратную связь с ним, а когда у меня нету, с кем я разговариваю, естественно, у меня нет вот этого вот адреса, может тебе 15 лет, а может тебе 40, а может тебе 80, а может тебе 90, а может и в этот момент, когда ты меня слушаешь, у тебя рука болит, или еще что-нибудь, и ты пропускаешь половину моих слов, потому что тебя не интересует, и вдруг я говорю какое-то слово, которое тебя зажигает, и ты опять меня внимательно слушаешь, а все остальное пропустил, потому что тебе кажется, что это не для тебя, ну я нашел, нашел, как это сделать, технику у меня сейчас небольшую, технику небольшую, технику, я думаю сейчас, какая мне техника нужна, у меня 800 страниц уже книги написано, надо же ее отредактировать, знал бы я, кто мой читатель, потому что вот я читаю эти разные книги, Господи, такие умные книги, такие умные книги, я в свое время писал умные книги, а до этого я еще читал умные книги, такие умные книги, ну так мало там полезного, потому что все хотят сразу получить ряд конкретных действий, которые он сделает и сразу получит результат, да, а чтобы это показать, какие действия сделать, каждому-то свои надо сделать, как раз таки я показываю алгоритм, как подобрать именно свои действия, чтобы сразу получить результат, а это же надо как-то объяснить этот алгоритм, поэтому мы проводим вебинары, поэтому у меня школа, которая называется человек будущего, Homo Futurus, там время от времени онлайн-курс такой специальный, вебинар, когда любой желающий туда заходит и смотрит, и слушает, и задает вопросы, кто-то выходит туда в эфир, и вся школа смотрит, этот человек мне задает вопрос, я ему отвечаю, он показывает, как он делает эти приемы, упражнения синхронизирующий, и вот он говорит, а вот это у меня не получается, а я ему говорю, а ты сделай вот так, я же тебе об этом говорил раньше, я же писал раньше, о, да, точно, я не догадался, и он делает, и у него получается, вся школа учится на этом примере, и тоже у них потом все получается, да, 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 это сложно, когда для всех делаешь материалы, это сложно, это сложно, поэтому вот этот вопрос такой, я, конечно, знаю, что надо делать, немножко осталось, немножко осталось, чтобы в 20 минут уложить, но это настолько сложно, я вам прямо скажу, потому что я только сейчас понимаю, почему многие люди слышали про ключи, много слышали комплиментов по этому поводу, потому что на самом деле 30% людей быстро это осваивают, потому что у них природа такая генетическая, а другие в зажатости, а третьи в тревожности, четвертые в паниках, им не до этого, да, но тогда я не мог объяснять так, как я сегодня объясняю, я вдруг вот слежу за тем, как я работаю на видео, как я сделал 5 лет назад или 10 лет назад, и сегодня, конечно, я сейчас лучше объясняю, я вот смотрю и сам учусь, сам учусь постоянно, я смотрю, что я говорил-то правильно, я писал правильно, но у меня не было, как бы, адаптации этих слов именно к твоему восприятелю, то есть, то все правильно написано, и ты читаешь, да, да, все правильно написано, а тебя, как бы, это логически, как-то ты не можешь связь проложить, я нашел, я нашел, где этой логики не хватает, и получилась удивительная картина, да, друзья мои, удивительная вещь, оказывается, мысль, мысль, надо, так разжевывать, а когда ты начинаешь ее разжевывать, мысль, маленькую мысль такую, новую какую-то, ты начинаешь ее разжевывать, то получается целая реальность, целая реальность, в которую человек как бы погружается, слушая тебя или читая тебя, ну, как в роман какой-то интересный, приключенческий, или детектив, кино, например, погружаешься туда, а все аспекты, вот эти вот связи, миллион связей, контекст, контекст, и вот эта деталь, в которую ты погрузился, а все остальное как бы исчезает, да, исчезает, такое бывает иногда, когда ты засыпаешь, и ты каким-то вопросом мучаешься, и ты засыпаешь, и вот когда дрифуешь между сном и бодрствованием, вот на этой теплой подушке засыпаешь, и этим вопросом задаешься, он тебя беспокоит, и ты вдруг начинаешь открывать там себя, какую-то реальность, и ты там начинаешь чувствовать, как правильно, когда-да-да-да, почему, потому что там вот это вот между сном и бодрствованием возникает такое пространство в мозге, когда ты обуреваемый каким-то вопросом, погружаешься в это пространство, он расширяет зону между полушарием мозга, и в этой мозговой нейросети, расширяет пространство, потому что это доминанта формируется, расширяет, а доминанта имеет способность к генерализации, все другое уходит, ты погружаешься, получается максимальное сосредоточение, так автоматически получается, ты просто погружаешься между сном и бодрствованием, все остальное уходит, уходит, и как бы в эту точку погружаешься, в эту точку погружаешься, и она-то как бы расширяется, все остальное уходит, и там внутри нет противоречий вот этих, и ты видишь хорошо, что тебе надо сделать, как поступить, да, да, а потом ты утром проснулся и потерял эти все, ясности, потому что миллион вот этих вот контактов с жизнью, с реальностью бомбардирует тебя, эта целостность мысли пропадает, и тебе надо опять восстановить ее у себя, вспомнить, что тебе во сне снилось, как это тебе снилось, ты там же нашел что-то, ты даже хотел записать, ты же какую-то мысль там, ой, господи, а то ты проснулся, тебе кажется, и нет, и опять ищу себя, это состояние, пишешь у себя это состояние, но с помощью ключа можно это быстрее делать, я сейчас о чем хотел сказать, что когда ты сосредотачиваешься на чем-то, все остальное уходит, и ты в эту точку погружаешься, мало того, там внутри нету противоречий, там еще и происходит синергия, это какая синергия, то есть весь твой опыт предшествующий, вся твоя интуиция, все, что ты читал, видел, даже видел во сне, что ты слышал, начинает компилироваться в этом направлении, синергироваться, и все получается, что ты не только в эту точку погружаешься, и она расширяется, убирая конкурирующие сигналы, а еще и привлекает туда, к решению твоего мучающего вопроса, массу ассоциаций, массу ответов, кристаллизация какая-то получается, то есть по существу синергия получается, мало того, что максимальное сосредоточение с отключением конкурирующих сигналов, а еще и синергия всего опыта твоего, из подсознания, или из памяти, синергия, и ты на самом деле можешь вот между сном и бодрствованием, дрейфуя вот так вот, найти ответы на какие-то волны, давно волнующие тебя вопросы. Да, мы этому посвятим вебинар, у нас будет раз в месяц у нас идет в школе хомофутурс, человек будущего вебинары, да, посвятим, как-то назовем этот вебинар, да, у меня много там разных идей, потому что я этому посвящаю жизни, и, конечно, у меня больше этих идей, чем у кого-либо. Ну, так вот, потому что все заняты своими идеями, а я вот тогда об этом думаю, кроме того, что я картины рисую, книги там еще, много чем занимаюсь, но сейчас же не обо мне речь идет, а о том, что я об этом все время думаю, и делюсь тем, что у меня появляется. Я научился сон использовать, для того, чтобы получать ответы на вопросы. Я научился использовать стрессы высокие, эти пики напряжений, я с этим делюсь тоже. Я научился любой стресс, после него ждать, решение каких-то моих задач, и они решаются. То есть я сон использую, и стресс использую, и вас этому учу, кто хочет. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Это я просто сейчас наговорил, это видео, чтобы как-то вас немножко посвятить, чем я сейчас занят, что меня волнует, о чем я думаю, и все для того, чтобы потом посмотреть, а что же я не так сказал, и что надо было сказать, чтобы сократить вот это видео в 10 раз, и то же самое, что я сейчас рассказал вам, выразить несколькими фразами, ну, чтобы они сразу были понятны. А может ли так получиться? Ну да, чем больше тренируешься, говорить какие-то мысли, тем лучше получается, но при этом обратная связь нужна. Вот я выложу вот это видео, у меня начнут задавать вопросы, я начну на них отвечать, и мысли начнут кристаллизоваться лучше, отшлифовываться, более понятными для всех становиться, то есть обратная связь появится, да. И тогда посмотрим, как это интересно, как это интересно. И, конечно, хотелось бы не стрелять из пушки по воробьям. Конечно, то цены, которые у меня есть, я бы хотел раздать всем. Ну, вот так получается, что продвижения мало, продвижение, сейчас же интернет весь заполнен всякими методами, и люди не знают, какой метод лучше, потому что там рекламы, там раскрученные бренды, там вообще суперские отзывы, там так же все так делается, не только я же этим занимаюсь. Но ничего, я думаю, жизнь покажет. Пусть у человека будет выбор, пусть он выбирает разные методы, но если он хочет получить быстрые результаты с высокими эффектами, как называется, скорость и результативность, скорость и эффективность, ну, конечно, это ключ. Конечно, это ключ. И когда меня спрашивают, а что, он может помочь в решении разных вопросов, этот метод? Он может мне помочь устроиться на работу? Или там, допустим, как заработать мне деньги, мне сейчас очень деньги нужно, а вы тут про свой ключ рассказываете? Тогда я на этот вопрос отвечаю просто. Этот ответ я придумал сейчас. Сегодня. Ради этого я делаю это видео сейчас. Да, ключ – это универсальный метод. Хотите – верьте, хотите – нет. Почему? Потому что он помогает лучше соображать. А если человек лучше соображает, так он лучше решает все свои вопросы. Как говорится, конечно, вопросы решаются лучше, когда человек лучше соображает, да, чем когда он соображает хуже. Да, очень просто, правда? Универсальный метод, который помогает решать все вопросы, потому что помогает лучше соображать. до встречи. До встречи. До встречи.